Домашние птицы Здравствуйте, уважаемые любители домашней птицы! Сегодня мы заехали в гости к главному птицу. Я уже упоминал в одном из своих роликов. Это любитель экологически чистого мяса. И много чего интересного здесь увидели, чем бы я хотел с вами поделиться. Давайте зайдем в помещение, где содержится птица. Вот и посмотрим. Обратите внимание на эти два экземпляра. Ни за что не догадаетесь, что это за птица, что это за порода. Это коп 500 в возрасте 2,5 месяца. Вот это тоже коп 500, основное стадо. Самая крупная по виду птица здесь, это петух. Где-то под 3 килограмма. 2,6-2,8-2,8 кг. В среднем я вижу птички, где-то килограмма на 2,200 где-то тянут. Есть и поменьше экземпляры, под 2 килограмма. В общем, я к чему это все говорю? О том, что одна из основных ошибок, которые люди допускают, это берут сильно подрощенную птицу у продавцов на рынках, еще где-то, да? Он брал в возрасте месяц. Поэтому птица, которая с детства недополучила каких-то витаминов, птица, которая в самый свой пик, в тот момент возраст, в который она должна получать наиболее полноценный корм, она недополучала. И, следовательно, организм не использовал все свои ресурсы. Поэтому вот она осталась вот в таком вот состоянии, возрасте. Ну и, естественно, сейчас рацион питания тоже влияет очень сильно на ее выцелые показатели. О чем еще хочу сказать? Что желательно брать все-таки яйцо у проверенного поставщика, который вам может предоставить все документы, все ратификаты и инкубировать самому. Либо брать суточного цыпленка. Суточного цыпленка и правильно кормить его. Все-таки делать упор на правильное питание, а именно на комбикорм. Чтобы не допускать такого. Ситуацию, которую мы видели сейчас в Курятнике, где мы находились в гостях, она, в принципе, не единичная. Такая встречается сплошь и рядом. Недавно мне моя подруга, которая занимается профессионально птицей, рассказывала о таком случае, когда ей звонила покупательница, хотела купить яйцо Коба 500, и она уточняет при этом, а действительно ли у вас бройлеры. Недоуменно моя подруга спрашивает, а что вы имеете в виду? Она говорит, ну у вас бройлеры или полубройлеры? Поясните, попросила моя подруга. Ну, говорит, мы взяли в том году Коб 500, нам тоже сказали, что это Коб 500, мы их кормили и в три месяца они у нас весили 2,5 килограмма. Нам подсунули вроде бы не то. Подруга задает уточняющий вопрос, чем бы их кормили. И когда, значит, покупательница рассказала, чем же она кормила, то она сказала, ну все ясно. А кормила она их, в принципе, вот то, о чем я ей хочу сейчас сказать, чем кормить не надо. Вот это, в принципе, люди, которые берут бройлеров, они многие допускают типичные ошибки. Вот и те ошибки, которые люди допускают, я и хочу сейчас упомянуть, уже обобщив то, что вы видели, и, возможно, то, о чем я говорил уже в предыдущих своих роликах. Ну, первое, это берут яйцо непонятно у кого, непонятно где. Вполне возможно нарваться на некачественное яйцо. Желательно, желательно инкубировать все-таки самому. Или брать суточного цыпленка, для того, чтобы самый пик, пик, это до 42 дней, не упустить этот момент, и наиболее полноценно кормить цыпленка всеми сбалансированными кормами, вернее, комбикормом, только комбикормом. Вот, по крайней мере, делать упор на комбикорм. Вот. Содержать желательно на сетке, но тут, в принципе, на мой взгляд, имеет место быть только эстетическая сторона, птица просто не пачкается в своем дерьме, в своем помете, извините. Вот. То, что кто-то из блогеров, один из блогеров, я вот смотрел у него, он писал, что у него это была ошибка роковая, которая не позволила птице вырасти, когда он ее держал на подстилке, она клевала свой собственный помет, и от этого не росла. Ну, я думаю, что он не там ищет. Вот. Тут я не думаю, что есть в этом истина, потому что у меня часть птицы содержится напольно, и при этом она не то, что не отстает в росте от той, что держится на сетке, она ее, в принципе, даже, возможно, и опережала. Вот. Поэтому, если содержать на сетке, то вы просто... Ваша птица будет чистая, и все. Ну, да, и она будет меньше помете мазаться, и не будет там какие-то там части его склевывать, но кишечник птицы, в частности, курицы, это не тот же самый, что и у человека. Содержать птицу надо в небольшом вольере, для того, чтобы минимизировать ее двигательную активность. Чем меньше птица двигается, тем меньше она теряет вес. Не то, что теряет, она, как минимум, не набирает. Бройлер должен лежать, или сидеть возле кормушки и есть. То есть, вольер должен быть небольшой. Питание, опять же, я уже говорил об этом, но я вернусь к питанию. До месяца желательно вообще комбикорм, старт, не разбавлять ничем. Содержать только на комбикорме. С месяца. С месяца все, конечно, стараются свои траты минимизировать. Вот, то начинают уже что-то там сами изобретать, там, кашки какие-то давать, отваривать. Если вы что-то даете, не забывайте о балансе углеводов. То есть, вот, просматривая блоги наших блогеров, там, читая их комментарии, особенно этим грешат товарищи, наши братья-славяне с Украины. Вот, они там увлекаются картохой, топинамбуром, там, кашками, там. Вот, и, то есть, одни сплошные углеводы. На таком рационе птица набирать будет, но будет она набирать в основном жир. Она даже быстрее наберет, чем на комбикорме, но качество будет совершенно другое. Вот, зайдите в любой фастфуд, вас на раз разнесет. То есть, там, не надо никуда ни в спортзал ходить, ни там, какие-то упражнения делать. Питайтесь гамбургами, будете большими, но будете жирными. Так же и с птицей. То есть, все-таки надо какой-то баланс соблюдать. Если вы варите кашку, то не забывайте туда добавлять мясокосную муку, либо рыбную муку, либо что-то там из субпродуктов, что у вас есть. И, по-хорошему, это должно составлять протеины, должны составлять, ну, не меньше 25%. Вот. Потом, вот такой момент я не учел, я после 90 дней птицу тоже откармливал на кашках с такими вот субпродуктами. И пока погода на улице стояла, где-то градусов 18-20, все бы ничего, но температура, когда заметно поднялась, там, до 23-25 градусов, я упустил этот момент, что еда быстро начала портиться. Я еду обычно отваривал, накладывал на целый день. И вот к обеду она уже начинала пузыриться. И, в общем, где-то два дня я так кормил птицу, и этот момент упустил из виду, у птицы началось расстройство желудка, то есть там она начала поносить. Вот. Срочно надо было выправлять ситуацию, менять рацион. Из того, что у меня было в наличии, был комбикорм только для несушек. В общем, два дня они у меня сидели на комбикорме для несушек. Ситуацию это исправило. Помед приобрел нормальную консистенцию. За это время я поехал, купил комбикорм для бройлеров, так как птицу еще нет там возможности времени забить. Я ее откармливал, дальше довожу до кондиции. Вот четыре экземпляра у меня, последние на комбикорме нормальным, для бройлеров. Вот. Если... исключать, конечно, надо как можно дезинфекцию, расстройство, надо еще и следить за тем, чтобы вода была чистая постоянно. То есть, вот там, где мы были в гостях, если вы обратили внимание, там стоял такой тазик, в котором была зеленая по цвету вода. Вот. Ну, то есть, в таком случае, если у вас там птица там не от еды, там расстройство какое-то желудка получит, то от воды уж точно. Вот. То есть, о том, чтобы была постоянно чистая вода, тоже надо позаботиться. Вот. В раннем возрасте птицу я до двух недель, наверное, я пропаиваю. До двух недель, да, до двух недель я пропаиваю витаминами. Я беру обычно такой витаминный комплекс, типа мультитапса или еще что-то. Или отдельно витамины В, витамины Д. Вот. Опять же, от наших друзей, братьев славянц Украины, я вот в ихних комментариях, на ихних блогах, в их комментариях заметил, что они рекомендуют пропаивать антибиотиками птицу. То есть, там очень много схем в интернете, и многие этим грешат. Неделя там, или там три дня, я сейчас уж точно не помню, я вот недавно просматривал, три дня антибиотики, потом пауза, потом опять несколько дней витамины, потом опять, и так вот до двух недель. Или антибиотики чередуют с витаминами. Не понимаю, честно говоря, для чего это нужно. Вот. Если вы птицу не заселяете в какой-то грязный сарай, там, где патогенная флора, она чуть ли не на потолке кишит, то есть, там, для чего нужно пропаивать антибиотиками? Как правило, любой птицевод, который заселяет бролеров, там, инкубировал или купил, ну, наверное, подготовит место заранее, там, новую постилку чистую, там, как-то там, приведет в порядок, все более-менее, там вытяжка имеется, вот, то есть, кормушки чистые. Для чего перегружать организм антибиотиками, я не понимаю. То есть, опять же, тут и иммунка подсаживается, и возможность расстройства кишечника, то есть, там, и поносить птица может после этого. Они, правда, для этого и витаминами пропаивают, ну, я считаю вообще, что это лишние траты и времени, и денег. То есть, там, ни к чему это. И еще, вот, напоследок, это уже не из ошибок, а из, как бы, не тратьте понапрасну свое время и усилие на лечение шпагатов. То есть, когда птица интенсивно набирает, вес, там, неизбежно какая-то из них приседает на ноги. От этого никуда не деться. Если ее, там, выращивать на траве, там, на зерне, там, давать овес, птица будет, там, потихоньку расти, там, к трехмесячному возрасту она где-нибудь килограмма-два будет весить, два с половиной, у вас ни одна птица не сядет на ноги. Вот. Если же птица интенсивно набирает, то какие-то особи раньше, ранее, там, выявляются, там, в более раннем возрасте, какие-то в более позднем. Но это неизбежно, тут лечить никого не имеет смысла. То есть, как только птица перестала передвигаться, так, ну, более-менее активно к кормушке уже, ей тяжело подходить, ее лучше убирать, пока ее другие не задавили. Либо, там, отсаживать. Ну, в общем, это вариант с лечением тут излишний. В общем, из 30 дней у меня птица живет по солнцу. То есть, я там уже дополнительную подсветку никакую не включаю им, лампу. То есть, где-то в 4 утра светает, в 8-9 часов вечера сумерки. То есть, вот с месяца у меня бролеры живут вот по такому режиму. Еще один существенный момент, о котором надо обязательно упомянуть. В какой-то период я кормил птицу, как и положено, как, в принципе, предписывает инструкции по выращиванию бролеров. То есть, после старта я перевел их на рост. И вот, это все в моих роликах есть там. Между 45 и 60 днями, по-моему, это было, или до 45 дней, от 30 до 45. Там прирост, такой усредненный, я просматривал, среди птиц за 2 недели составил 500 грамм. После того, как я перевел обратно их на старт, за следующие 2 недели прирост составил килограмм. Но это, опять же, все усредненно. Там плюс-минус где-то было, да? И, в общем, это к тому, что кто-то просчитывает рациональность, вводя в рацион зерновые, переходя на рост или на финиш, желает удешевить, уменьшить свои расходы. Но люди не задумываются о том, что за то же самое время прирост мяса составит гораздо меньшие размеры. То есть, если, вот, я суммарно где-то прикидывал, там, грубо говоря, так, обобщая уж, там, 10 особей за 2 недели набирают, допустим, там, 20 килограмм, то на росте, там, или на каких-то, там, других кормах, то на старте они наберут в 2 раза больше, там, 40 килограмм. И полученное мясо, оно с лихвой перекрывает ту разницу в цене на рост или финиш, там, со стартом или с другими-то кормами. То есть, по деньгам это получается нисколько не затратнее, а, в принципе, даже выгоднее. Вот. На первый взгляд может показаться, что там, вроде бы, старт, он дороже, там, разница между мешком, там, у нас роста и стартом где-то порядка 450 рублей. Но полученное мясо, оно, в итоге, с лихвой перекрывает всю эту разницу. Вот все основные нюансы, которые мне так быстренько пришли в голову, которые мы успели заметить в гостях, вот, я их обобщил, вам попытался их донести. Если кому-то видео понравилось, ставьте лайки, не понравилось кому-то, если ставьте дизлайки, комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал Птица Домашняя. Всем спасибо, до свидания. Еще раз возвращаясь к тому, что мы видели в гостях, к тем недобролерам, там, можно что еще добавить, в принципе, там, наверное, вина не столько еще хозяина и рациона, который он выдерживает при кормлении этой птицы, там преобладает запаренная пшеница, трава, вот напрочь отсутствует комбикорм, вот, ну и, возможно, и некачественный материал, то есть, человеку вообще, может быть, продали, кто-то инкубировал сам яйца бролеров своих, и вот ему продали, да, ну, это похоже вот на что-то такое, то есть, слагаемые успеха при выращивании бролера, это качественный материал, то есть, яйцо качественное, в котором вы будете уверены, это рацион правильный, ну и процентов 10, это, наверное, условия содержания. Вот, покопавшись там в своих бумагах, я нашел вот ветеринарное свидетельство, которое вот вам сейчас покажу, которое мне вот продавец предоставил, вот, это, в принципе, у продавца там должны быть какие-то накладные там на груз, на товар, в принципе, я вот, когда приезжал за своими яйцами, я помню, все это было, это было чешское яйцо, КОП-500, все это было в коробках с фирменными логотипами, на которых там указывала сторона происхождения, откуда она доставлялась, вот, в общем, не постесняйтесь, спрашивайте такие вещи, ну или иначе вы рискуете нарваться на нечто что-то такое вот подобное, из чего вырастут вот такие вот недоптицы, недобролеры. Вот такое вот ветеринарное свидетельство, которое, в принципе, вас удостоверит в том, что яйца эти были инкубированы не от его птицы, вот, и о том, что, в принципе, оно яйцо качественное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...